МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В следующие сутки зафиксировали 13 обстрелов боевиками позиций вооруженных сил Украины. Чаще всего режим тишины нарушали на Донецком направлении. Из тяжелых минометов банформирования били по украинским позициям в районе Песок. При городе Авдеевке боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и зенитной установки. На Луганском направлении кремлевские наемники из стрелкового оружия обстреляли украинский опорный пункт вблизи станицы Луганской. Под минометным огнем оказались подразделения силовиков в Крымском. На Приазовье под ворожим огнем снова опинились наши укрепления в районе Широкиного и поблизу Лебединского. На Приазовье противник вчера три раза бил по опорным пунктам вооруженных сил Украины, в частности, дважды в районе Широкина и один раз вблизи Лебединского. Окупанты открывали огонь в сторону наших позиций из гранатометов. С полуночи противник заметно оживился. За первые шесть часов после полуночи боевики уже семь раз открывали огонь по украинским позициям. Представители так называемых ДНР-ЛНР блокируют процесс обмена. Они отказались предоставить информацию о суде 132 украинских заложников. Об этом заявила в Минске по завершении заседания трехсторонней контактной группы представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Гераченко. По ее словам, террористы признали, что в Донецкой области удерживают 55, а в Луганской 14 украинцев. При этом не озвучили ни одной фамилии. 39 украинских военных назвали военными преступниками, которые не подлежат амнистии и освобождению. Также представители банформирований снова требовали включить в списки тех, кто не имеет никакого отношения к конфликту на Донбассе. В частности, беркутовцев, причастных к расстрелам на Майдане во время революции достоинства. Ирина Гераченко считает, что на эти нарушения Минских соглашений должны отреагировать ОБСЕ-лидеры нормандского формата. Ведь для Украины освобождение заложников – один из ключевых вопросов. Россия в обход европейских санкций доставила в аннексированный Крым газовые турбины производства немецкой компании «Сименс». Сообщает Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что турбины будут остановлены на электростанции в Севастополе. В то же время не удалось выяснить, знает ли «Сименс» о доставке своей продукции в Крым. Предполагают, что компанию могут обвинить в косвенном нарушении режима санкций и в том, что она не сделала нужных шагов, чтобы предоставить доставку турбин на полуостров. В самом концерне при этом отвергают информацию о поставке своих газовых турбин на территорию аннексированного полуострова. Министерство энергетики России отказались от комментариев. Великобритания поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и осуждает российскую агрессию. Об этом заявил премьер Украины Владимир Гройсман после встречи с британской коллегой Терезой Мэй в Лондоне. Главы правительства обсудили экономическое сотрудничество, оборону и поддержку Лондоном украинских реформ. Кроме того, договорились начать консультации по созданию зоны свободной торговли после Brexit. По словам Гройсмана, выход Великобритании из ЕС создает новые условия, в которых важно сформировать базис экономических отношений. Объем торговли между Украиной и Великобританией в прошлом году составил около 2 миллиардов долларов, а потенциально может увеличиться до 3,5, отметил Гройсман. Более 50 украинских общественных организаций созданы и работают в 70 странах мира. Выходцы из Украины вместе борются с российской пропагандой, продвигают имидж страны и привлекают иностранных инвесторов. Подробнее о народной дипломатии далее в сюжете. Они живут во Франции, Соединенных Штатах, Иордании, Южной Африке и в десятках других стран. Третий год подряд выходцы из Украины собираются на форум народных дипломатов Global Ukrainians. Каждый из них продвигает имидж Украины в мире. Борьба с пропагандой, продвижение имиджа – это культурная дипломатия, это бизнес-дипломатия, это образовательные проекты, медицинские проекты, социально-гуманитарное направление и туристические инициативы. Для борьбы с российской пропагандой в мире украинцы создали сервис под названием ОКО. Он отслеживает до 80% материалов иностранных СМИ об Украине. Это позволяет мониторить основные тенденции и настроения. Мы смогли увидеть, что в разных странах Европы, Америки, Великобритании были достаточно разные взгляды, весьма различные акценты. Это позволяет нам видеть, что в каждой стране нужен особый подход к работе с информационным полем. Пропаганда Кремля распространяется не только на близлежащие континенты. Канал Russia Today, к примеру, популярен среди жителей ЮАР. Украинцы же, живущие там, рассказывают о реальной ситуации на Донбассе. Когда жители Южной Африки могут увидеть таких людей, которые со своими детьми должны были оставить свои дома и переехать в другой город, являются внутренними переселенцами, сегодня они доверяют больше, чем любому телевидению. Мы распространяем информацию, пишем и в социальных медиа, и в печатных изданиях. Украинцы в Польше объединились в организацию «Евромайдан Варшава» еще во времена революции достоинства, помогают украинским воинам и гражданскому населению на Донбассе. Нам удалось собрать более 80 тонн гуманитарной помощи для гражданского населения. И более чем на миллион злотых нам тогда удалось закупить бронежилетов и касок, а также препарат «Целакс» для раненых, который останавливает кровь. Светлана Худкая уверена, Украине нужно расширять экономическую дипломатию. Она преподает в Стэнфордском университете. По ее инициативе создан проект «Укртроник». Благодаря ему украинские школьники получили возможность обучаться под руководством специалистов из Кремниевой долины. Когда ты, например, в Кремниевой долине с кем-то знакомишься, скажем, во время инвестиционной конференции или семинара, возникает вопрос «Where are you from?» и ты говоришь «угадайте». Я предлагаю вам несколько подсказок, и вы можете угадать мою страну. Первая – автор программы «Ватсап», которой уже пользуются, кажется, сотни миллионов людей в мире. Мы с ним не только из одной страны, но и из одного города. Второе – это самая большая страна в пределах Европы. Новый проект Global Ukrainians объединит украинцев еще и в интернете. Через онлайн-сервис они смогут вместе реализовывать бизнес-проекты, культурную или общественную инициативу. Презентуют сайт на пятом съезде организации. В МИД возмущены и разочарованы высказаниями польского министра относительно вступления Украины в ЕС. Призвали польских политиков быть более сдержанными в комментариях чувствительных исторических вопросов между нашими странами, что, по мнению украинских дипломатов, может использоваться третьей стороной в ущерб интересам Украины и Польши. Напомним, министр иностранных дел Республики Польша Витальд Вачаковский заявил, что Варшава наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский Союз, если не будут решены исторические вопросы. А некорректно высказывался о ситуации на востоке Украины и заявил, что украинский народ платит за то, чтобы не допустить на территорию Польши и других стран ЕС российские войска. США готовы применить военную силу против КНДР, если это будет необходимо для прекращения ею ядерной программы. Однако предпочитают глобальные дипломатические действия в отношении Пхеньяна. Об этом заявила американский постпред в ООН Ники Хейли. В ходе своего выступления в совбезе ООН она подчеркнула, Пхеньян закрывает возможности для дипломатического решения. США приготовили защищать себя и союзников. Хейли призвала Китай делать больше для сдерживания Пхеньяна. Соединенные Штаты намерены применить новые санкции в отношении Северной Кореи в ближайшие дни. Вашингтон готов прекратить торговлю со странами, ведущими бизнес КНДР, в нарушении резолюции ООН, подчеркнула Хейли. Напомню, 4 июля Пхеньян провел успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Сообщалось, что ракета способна достичь территории Аляски. Аэропорт Борисполь подписал договор с одним из крупнейших европейских лоукостеров – авиакомпанией Ryanair. По сообщению директор госпредприятия Павла Рябинкина, в контракте отражена большая часть условий перевозчика из Борисполя. Ryanair будет летать по четырем направлениям – Эндховен, Манчестер, Лондон и Стокгольм – 4 раза в неделю. На прошлой неделе был подписан контракт с Ryanair с львовским аэропортом, сообщил министр инфраструктуры Владимир Амелян. Бюджетный авиаперевозчик начнет заявление рейса в сентябре. Всего планирует открыть до 50 направлений из Украины. Напомним, Ryanair объявил о выходе на украинский рынок 15 марта. Женская волейбольная сборная Украины сделала удельный шаг для победы в Евролиге 2017. В первом финальном матче в Хельсинки подопечные Гаррия Елизарова уверенно обыграли команду Финляндии 3-1. Могли победить и в сухую, но в третьем сете при счете 20-13 свою пользу рано уверовали в победу, за что в итоге поплатились 22-25. В заключительной партии украинские девушки хозяек паркета буквально снесли с площадки 25-11. Теперь 9 июля в Ивано-Франковске состоится ответный финальный матч женской Евролиги. Напомним, Украина – дебютант этих соревнований. Наша мужская сборная чемпионом турнира стала в прошлую субботу. Теперь очередь женской сборной. На этом пока все. Больше информации узнаете уже в следующем выпуске. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Следите за новостями с ЮИТВ. До встречи.